Всем привет! Сегодня у меня для вас новое видео с распаковкой моих посылочек. Некоторые посылочки я уже вскрыла и начала этим пользоваться. Ссылочки на все найдете в описании. Первая посылка, с которой мне хочется начать, она розового цвета. Выглядит вот таким образом. Здесь у меня подарочный набор стайлера со стразами для волос. Заказывала я его на Валдберес. В последнее время я много у кого увидела подобный стайлер. А так как у меня есть дочка, конечно же, я не смогла пройти мимо и решила, что мне нужно ей тоже такое. И заказала. Ой, как красиво все запаковано. Отдельно еще имеется вот такая вот сумочка-кейс с ручкой на замочке. Ну и давайте посмотрим, что внутри. Большое количество всего разного. Резиночки. Резиночки мы пользуемся регулярно, ежедневно. Очень они удобные. Стразы для машинки специальные. Вот такие вот резиночки. Подробнейшая инструкция по применению, то, как этим нужно пользоваться, как применять. Имеются волосы накладные на клипсах. Очень удобно будет крепить. Открыли, на волосы зацепили, закрыли. И на самом деле держатся подобные трессы очень-очень хорошо. У меня были такие, и я знаю, о чем говорю. Здесь 6 разных цветов. Темно-синий, посветлее, голубенький, фиолетовый, розовый и оранжевый. Очень красивые цвета, яркие, волосы длинные. Ну и давайте посмотрим саму машинку. Она выглядит вот таким образом. Пришла хорошо запакованная. Туда нужно будет вставить данный круг. И уже при помощи этого можно будет делать стразы на волосы. Посмотрите, нажимаем и там прокручивает. Я надеюсь, вам видно. Вот, как бы показать. Вот так вот. Здесь раскрываем. И далее выбираем что-то из этих страз. Посмотрите, какой большой набор. Много всего разного. Тоненький. Здесь на самом деле очень-очень много. Хватит для любой идеи. Жемчужный и разноцветный. И одного цвета. И формы разные. Давайте какую-нибудь одну выберем. Мне хочется выбрать вот эти красивые цветочки. Далее нужно будет их поместить сюда. Вот таким образом. Потому что приклеивать мы будем здесь. И после этого закрываем. Далее уже будем нажимать. При помощи этого прикреплять на волосы. Ну и сейчас вы уже видите те кадры. То, как я делала ребенка. Вначале только показала, как это делаю я. После этого она без меня с легкостью справилась. И сама себе смогла поставить сразу на волосы. Думаю, по реакции Вики понятно, насколько ей понравилось. Не знаете, что подарить. Берите этот набор. Любая девочка будет в восторге. Следующая посылочка у меня идет. Принтер портативный. Мини принтер. Я уже себе заказывала подобные принтеры. Знаю, как они работают. Данный принтер я купила себе. Так как дети у меня два предыдущих забрали. И носятся с ними где угодно. Что угодно. Уже даже бумагу всю потратили практически. И очень им зашло. Я не стала у них забирать. Просто решила себе приобрести. Модель у меня X6. Выглядит он таким образом. На самом деле дизайн у него очень лаконичный. Но смотрится он стильно. Здесь имеется набор самоклеющейся бумаги. Я вижу белого цвета. Пять штук. Инструкция. Чуть позже мы до нее доберемся. Рулоны обычной бумаги белого цвета. Три рулона цветной бумаги. По-моему они тоже самоклеящиеся. Продавец положил в подарок вот такие вот наклеечки. И также в комплекте идут фломастеры. Инструкция. И кабель для подзарядки. Ну и вот таким образом выглядит сам мини принтер. Посмотрите какой он красивый. Стильный. Очень лаконичный. И также обычно еще рулон бумаги здесь находится. Да, так и есть. Один рулон бумаги находился в самом мини принтере. Каким образом работает данный мини принтер? Я когда в прошлый раз показывала. Вы меня завалили вопросом. Спрашивали насколько хватает краски. Нужно ли ее где-то докупать. Нет. Ничего докупать не нужно. Работает данный мини принтер. За счет того, что используется специальная термобумага. И эта краска проявляется при помощи данного мини принтера. Поэтому с уверенностью могу сказать. Краска у вас никогда не закончится. Об этом можете не переживать. Так как я опытный пользователь мини принтеров. С уверенностью хочу сказать, что удобно брать этот мини принтер с собой. В любой момент можно детям распечатать какую-либо раскраску, наклейку, то-либо другое. Также можно напечатать рецепт. Да и вообще использовать как вам захочется. Очень классная штука. Я говорю, первое время пользовалась я сама. Потом дети у меня отняли. Я поняла, что мне нужно. Поэтому заказала. Давайте сейчас подключим данный мини принтер к планшету. Покажу, как он печатает. Для того, чтобы подключить данный мини принтер к планшету, нужно установить приложение Tiny Print. Ну а пока у меня устанавливается приложение. Я вам покажу инструкцию. Она полностью на русском языке. Имеется также QR-код, с помощью которого можно с помощью камеры сканировать. И не нужно ничего искать. Если у вас не сканировать, то также написано название самого приложения. То, как нужно пользоваться, что нужно делать. Очень все подробненько. Даже самый неопытный пользователь сможет установить и все сделать. Тут можно сфотографировать. Также на графическом редакторе создать что-либо. Можно написать слова, текст. Давайте выберем что-то готовое. Различные сцены тут у меня. Выбрать шаблон. Выбрать изображение. Ну давайте выберем изображение. Выбрать фон. Ну выберем какой-либо фон. Например, вот этот мне нравится. И можно печать. Ну и давайте посмотрим, как это пойдет на печати. Вот оно пошло. Как мы видим, все легко и просто. Посмотрите, какой он яркий. И также можно с легкостью все оторвать и пользоваться этим. Как мне кажется, передача красок очень хорошая. Если сравнивать с оригиналом черно-белым. Один в один. Сюда можно было еще также написать текст. Но я не стала этого делать. Вообще можно поиграться и сделать все, что захочется. И нарисовать как захочется. Ну давайте на следующем что-то напишем. Напишем просто привет. Low, допустим. Чтоб язык не менять. Давайте язык поменяем на русский. Привет. И все. Дальше все это можно переместить. Туда-сюда подвинуть. Как захочется сделать. Также, конечно, можно было увеличить шрифт. Но я не стала. И теперь печать. Вот. Я, конечно, ничего не меняла. В идеале, конечно, нужно было шрифт увеличить. В целом, мне нравится, как работает данный мини-принтер. Бумага плотная, хорошая. Света передача замечательная. Буду пользоваться, играться. Применять его во всех своих задумках. В целом, если ищете что-то подобное, рекомендую. У меня мама до этого как-то увидела мини-принтер в одном из моих обзоров. И очень хочет себе купить такой. Для того, чтобы печатать схемы. Она вяжет спицами. И вот ей нужно было для схем. Поэтому, если вы тоже рукодельница, любите вязать, вышивать или что-либо такое, думаю, вам тоже зайдет. Очень универсальная штука. Подходит для многого. Как для закруток приклеить наклейки, допустим, с написанием того, что вы приготовили. Как в рукоделии, если вы захотите напечатать схемы. Также можно для детей рисунки, раскраски и вообще все, что захочется. Если еще сомневаетесь, не думайте, покупайте. Обязательно найдете ему применение. Следующая моя посылочка. Здесь у меня находятся вкусняшки. На самом деле, все пришло хорошо запакованно. Но так как я не смогла просто удержаться, уже вскрыла и попробовала несколько конфет. Здесь у меня конфетки шоколадные, сладости, фрукты в шоколаде. Вес 750 грамм. Но когда заказывала, продавца также были с другими объемами, с другим набором. Можно было выбрать все, что захочется. Даже сохранила фантики тех конфет, которые я попробовала. Для того, чтобы в следующий раз попробовать что-то новенькое. Показать вам, что там на самом деле был полный пакет. Это я уже раздрала и попробовала. Все приходит вот таким образом запаковано. Я проверила состав. Очень хороший. Также я вижу сейчас то, чтобы положили памятку. И просят, если что-то не так, не писать отрицательный отзыв. Просто вернут деньги. Это очень круто. Я считаю, хорошая клиента ориентированность. Срок годности замечательный, как я уже сказала. Ну и давайте покажу, какие конфетки находятся у меня внутри. Чернослив в шоколаде с миндалем. Финики в шоколаде с миндалем. Чернослив в йогуртовой глазури с ядром грецкого ореха. Чернослив в шоколаде с грецким орехом. Абрикос в шоколаде с грецким орехом. Чернослив в белой кондитерской глазури с ядром ореха кешью. Абрикос в йогуртовой глазури с грецким орехом. Вроде бы все виды вам показалось. Сейчас я еще раз просмотрю. Вдруг я что-то не увидела и вам не показала. Но вообще ассортимент здесь хороший. Есть где разгуляться. Вот еще есть финики в йогуртовой глазури с миндалем. 8 различных вкусов. Я уже 3 попробовала и они мне очень понравились. Хорошая наполненность. Конфеты огромные. Одной конфетой можно наесться. Давайте, наверное, выберем какую-нибудь одну конфетку. И очень хочется открыть именно финики в йогуртовой глазури с миндалем. Эти пробовала. Очень вкусные. Свежие, мягкие. В меру сладкие, не приторные. В целом, я даже думаю, они намного полезнее, чем обычные конфеты. Ну и давайте разрежем конфетку. И я покажу, как она выглядит внутри. Вот. Посмотрите, какие хорошие конфетки. Шоколад не отстает. Вернее, в данном случае у нас йогуртовая глазурь. Она не отстает. Поверьте мне, в других конфетах все точно так же. Вне зависимости от того, какой шоколад, глазурь или что-либо. Все плотненько, хорошо, с орешками. И аромат просто замечательнейший. Если ищете что-то подобное, рекомендую. Оторваться невозможно. Я не знаю, как я удержалась. И не съела до того, как начала все это вам показывать. Сил терпеть не было. Три конфеты говорят о себе. И это при том, что я только сегодня забрала данную посылку. Думаю, если бы я, наверное, сегодня не взялась снимать это видео, то конфет стало бы в разы меньше, чем вы увидите сейчас. Если вы еще искали подобные конфеты, не ищите, заказывайте. Вам понравится. В данном пакете у меня мешок для стирки обуви. Нетканый материал. Вот так, что пришло запоконное. Заказывала на Валбере. Сейчас уже сна. И зимнюю обувь я начала убирать частично. Так как мне очень не хочется убирать ее в грязном состоянии, я решила некоторую из них постирать в стиральной машине. Так как я боюсь, что она разлетится в стиральной машине, да и в целом повредит стиральную машину. Я решила себе заказать данные мешочки, так как я знаю, насколько они хорошо помогают и спасают при стирке обуви. И машинку спасает, и обувь спасает. В целом очень много плюсов. Два мешка находились в пакете. Очень хорошие, мягкие, приятные. Здесь резинки, которые препятствуют тому, чтобы замочек расстегнулся сам. Далее имеется замочек, который хорошо открывается. Внутренняя часть вот такая вот она ворсистая. За счет чего, когда в машинке все это будет бултыхаться, во-первых, оно не будет биться об машинку, а во-вторых, вот эти волоски, они будут двигаться и произвольно будут отмывать обувь. Мне кажется, это же гениально просто придумать такое. Я когда увидела, сразу поняла, надо брать. Это 100% поможет мне. Второй мешочек сделан точно таким же образом. Хороший, мягкий, приятный. Мишки крупные. Посмотрите, насколько они большие. У меня туда полруки лезет и еще даже место остается. Огромнейшие мешочки. Сделаны качественно. Давно искала подобные. Рада, что наконец-то их нашла. Если вам будет интересно узнать, какой результат у меня получился с применением данных мешочков, спасли ли мою обувь, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я когда воспользуюсь данными мешками, там обязательно покажу. Далее у меня в руках, вы видите, вот такой тубус. Здесь у меня находится аромодиффузор для дома. Табак, ваниль, бергамот. Вот так все это сделано. Бренд Home de Aroma. Заказывала на Валберес, но еще не вскрывала. Объем 100 мл. И когда заказывала, у продавца было множество различных вариантов ароматов. Я решила остановиться на этом. И внутри еще запаковано очень хорошо. Для того, чтобы ничего не повредилось при доставке. Надеемся, что вы полюбите наши ароматы так же, как мы любим их. Ой, я уже чувствую аромат. Я еще даже баночку не вскрывала. А уже чувствую аромат. Так вкусно пахнет. Очень прям приятненько стало. Большое количество фибровых палочек. Вот сколько раз заказывала аромодиффузор. Такое количество фибровых палочек я ни разу не встречала. Максимум клали 5 штук. А чаще всего 4. А тут их аж целых 7. Это здорово. Первый раз я вижу такое. И внутри все это выглядит вот таким образом. Смотрите, какая баночка. Очень красивая, стильная. Табак, бергамот и ваниль. Для вас подарок 200 рублей. Перейти по QR-коду, чтобы узнать подробности. Прикольненько. Также внутри имеется уплотнительная штука, в которой прям плотненько сидела данная бутыль. Она, кстати, увесистая, тяжеленькая такая. Ну, как бы, на что я надеялась, тут целых 100 мл. Можно вот эту крышечку открутить, открыть и понюхать. Но на самом деле я уже чувствую, как это вкусно пахнет. Даже еще не вскрывала, а уже ощущаю аромат. Я представляю, какой аромат будет дома после того, как я поставлю данный аромодиффузор. Ой, аромат обалденный. Очень вкусно пахнет. Это вроде табак-ваниль, но не в классическом его исполнении. Это вкуснее, чем классика, я бы даже сказала. Но прям очень приятная, мускусная. Видимо, именно добавка бергамота в данный аромат сделала свое дело. Данный аромат стал очень вкусным, утонченным и приятным. Каким образом нужно пользоваться аромодиффузором? Берем необходимое нам количество фибровых палочек, далее помещаем их сюда. Вставляем на некоторое время, чтобы они напитались данной жидкостью. А после этого переворачиваем их вот таким образом и ставим, чтобы они благоухали и насыщали своим ароматом комнату. Я думаю, это, наверное, все знали, не стоило об этом говорить. Но тем не менее, если вдруг вы не знали, я вам решила рассказать. И надеюсь, это будет кому-то полезно. И также периодически переворачиваем, когда вам кажется, что уже фибровые палочки аромат в комнату не отдают, можно их перевернуть. В зависимости от площади вашей комнаты, количество фибровых палочек можно увеличивать, можно уменьшить, кому как нравится. Ну и вот таким образом аромодиффузор вписался в наш интерьер. Как по мне, он выглядит очень стильно. Аромат у него бомбический, очень вкусно пахнет в комнате. Он насыщенный, но не навязчивый, не удушающий. У нас уже стоит больше недели. С того момента, как я первый раз ставила туда фибровые палочки, я еще ни разу их не переворачивала, но аромат ощущается. Если ищете хороший аромодиффузор, рекомендую. Далее хочется мне показать сразу три посылочки, потому что они похожи. Здесь у меня держатели для зубной щетки на стены. Я, наверное, все уши уже проружжала о том, что у нас новая ванная. Решила туда купить держатель для зубной щетки для того, чтобы они у меня висели красиво на стене. Заказывала все три у одного продавца, так как не смогла определиться с дизайнами. Решила, что мне все три нужно. В процессе уже потом решим, будем ли мы все три вешать или все-таки что-то из этого я подарю. Сзади имеется инструкция по применению, то, как нужно этим пользоваться. И вот так вот выглядит сам держатель. Первый у нас идет с тигром. Вот так вот. Далее, я думаю, уже вы заметили, идет вот таким то ли мишкой, то ли с кем. Очень красиво все это выглядит. И еще один у меня тут с зеброй. Все пришло хорошо запакованное. И вот такая вот зебра. Не буду остальные два распаковывать. Покажу на первом. Сзади имеется большая площадь для приклеивания. Исходя из моего опыта, все хорошо держится, ничего никуда не отваливается. Открывается данный держатель. Вот таким образом. Сделан он хорошо. Пластик крепкий, ничем не пахнет. Цена была крайне бюджетная. Следующие две покупочки я заказывала на подарок. Здесь у меня находятся носки для малышей. Набор из двух пар. Розовый и голубый. Размер 12-14 см. Цвет серый-синий. Розовый-бежевый. Вот таким образом все пришло хорошо запаковано. Носочки запечатаны также наклеечкой. Второй пакетик тоже запечатан, только немножечко другой наклейкой. У продавца также были другие расцветки, но я решила остановиться на этих двух. Сначала расскажу про дизайн. Они очень красивые, имеются вот такие вот милые ушки. Также мне понравилось то, что широкая резинка не будет передавливать ножку ребенку. И также в чем плюс, когда ребенок будет начинать ходить. Здесь имеется такое антискользащее покрытие, которое предотвратит скольжение ребенка на полу. У меня когда детки росли, я тоже подобные носочки им покупала. Так как дети неустойчивые, ножки у них разъезжаются. Подобные носки очень спасали в данном моменте. И ножки у ребенка стояли более устойчивые. Вторые носочки вот такие вот бежевые. Очень хорошо сделаны. Прям приятные, мягкие. Давайте еще посмотрим голубенькие. Здесь вот такие вот носочки голубенькие. И куала. Мордочки всех разные, пяточки у всех одинаковые. В целом носки очень хорошо сделаны. Ничем не пахнут. Все выполнены хорошо. Можно носить хоть вот таким образом делать отворот. Можно носить вот так вот. Резиночка мягкая. Я выбрала размер 12-14 сантиметров. Исходила из того ребенка, кому я буду дарить. Но вообще там были другие размеры. Можно было выбрать что-то другое. Очень милые носочки. Мне понравились. Тушь для ресниц 4 в 1. Вот так вот пришла запаку. Он заказывал на Валдерес. Данная тушь похожа на одну из тех, что я обычно заказываю. Очень удобная у нее щеточка. Продавец в подарок положил резиночку. Водостойкая. Объем 10 грамм. Миллион паулин. Цвет 01. Имеется наклеечка, которая предотвращает открытие данной туши. И вот так вот выглядит тушь. Кисточка. Обожаю данную кисть. Очень хороший результат. Ресницы получаются пышными, объемными. Хорошо распределяет. Не склеивает. Покупаю не в первый раз такую тушь. И очень она мне нравится. В данном случае хороший достойный вариант. Ничем не пахнет. Кисточка силиконовая. Цена была у данной туши крайне бюджетная. Предпоследняя моя покупочка. Мое любимое мыло фирмы Нести Данте. Огромный объем здесь. 250 грамм. Я уже это мыло покупаю не в первый раз. Очень мне нравится. Подобное мыло я покупала своему супругу. Только мыло черного цвета. Также белого цвета сейчас у него. Я его даже вам не показала. Он уже его сразу забрал в душевую. Я это мыло где только не покупала. И в Литуале заказывала на маркетплейсах. И также в различных других магазинах. Так оно мне нравится, что я решила вам показать. В данном случае вот с таким ароматом. Вишня, асмантус, герань. Очень вкусно пахнет. Мыло огромное. Пока у меня это мыло лежало в шкафу. Весь шкаф этим мылом начал пахнуть. На самом деле аромат очень шикарный. И в чем плюс данного мыла? У него минимальный расход. Хватает его надолго. И также аромат после использования сохраняется на теле. Ну и последняя моя посылка. Тоже заказывала на вакбрис. На самом деле уже не помню, что здесь у меня находится. Вот так вот все свернуто. Давайте вместе с вами узнаем, что там. Я так думаю, здесь набор пробничков должен быть. Да. Так и есть. Здесь набор пробников. И вот они. Что тут у меня? аромат Кирки, Лост Черри, Бакара 540, потом Молекула 02 и Флёр Наркотик. Я думаю, вы не в первый раз видите подобные ароматы у меня на канале. Я их просто покупаю из раз в раз. Они у меня заканчиваются. Очень мне нравятся. Пользуюсь с удовольствием всеми этими ароматами. Можно сказать, это одна из моих любимых подборок. Давайте откроем один из ароматов. Флёр Наркотик. Вот таким образом все выглядит. Ну и давайте брызнем. Распыляет хорошо. Хорошо аромат один в один с оригиналом. Очень вкусненько пахнет. Надеюсь, они еще и будут стойкие. Если вам интересен данный момент, спрашивайте в комментариях. Расскажу более подробно. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ссылочки на все найдете в описании. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok